Всем привет! Ну что, настали у нас какие-то совсем не радужные времена. Еще несколько лет назад мы не могли себе представить, что нельзя будет в магазине спокойно купить видеокарту, что, в общем-то, за PlayStation придется охотиться долгие месяцы, и что цены так пойдут вверх, и за электронику придется практически драться, и что тут курс доллара треклятый, доходы падают. В общем, не весело, не весело жить в России в 2021 году. И многие сейчас, конечно же, задумываются, что можно купить за вменяемые деньги, и как хорошо это будет работать. Поэтому на тестах у нас сегодня вот этот вот малыш, это MagicBook Pro от Honor на базе AMD. Он стоит где-то 58-68 тысяч, и это достаточно мощная машинка для своего класса. Здесь Ryzen 5 4600H, это 7-нанометровый процессор с 6 ядрами, 12 потоками, графика встроенная от Radeon Vega 6. Понятно, что это не супер монстр для современных игр, которые все потянут в 60 фпс. Нет, встроенная графика на такое не способна. Скорее, это производительная машинка для тех, кто работает с видео и фото, на которой можно в дороге запустить какие-нибудь прикольные инди-игры, вроде Disco Elysium. Я провел с этой машинкой несколько недель, и что мне очень нравится, это компактность. Здесь они действительно MagicBook Pro. Это в каком-то смысле хорошее подражание Apple с ее минималистичным дизайном. Очень, это очень симпатичный ноутбук. В толщину он всего 17 миллиметров, а весит 1,7 килограмм. Ну, то есть очень легкий и очень тонкий. И это круто. И все, что вам нужно, это, в общем-то, вот такая вот маленькая зарядка на USB-C. Здесь весьма неплохая батарейка, емкостью 56 ватт-часов, что позволяет где-то 10 часов спокойно в офисном режиме работать. Ну, все, что не связано с интернетом, да, с Wi-Fi, который у нас всегда жирит много заряда, ноутбук действительно очень-очень долго держится. Поэтому в дороге очень хороший компаньон. Эстетический эффект, он реально производит классный, цвет бомбический. И я на самом деле очень-очень радуюсь тому, что пошли ноутбуки на AMD. Потому что они тупо холоднее, не пытаются прожечь на твоих коленках или на твоем животе дыру. И это, в общем-то, очень радует. А Ryzen у нас еще очень энергоэффективный, как мы знаем, и мощи дают, и не сильно греют всю историю. И поскольку графика у нас тоже встроенная от Radeon, вообще эта машинка в обычном штатном режиме нифига не греется. То есть его действительно приятно брать с собой в поездку. Корпус, как у MacBook, целиком алюминиевый, очень приятен на ощупь. Экран качественный 1080, полностью покрывает цветовое пространство sRGB. И у него очень-очень тонкие рамки. Прямо хорошо. Звук неплохой. И что меня лично удивило, на такой дешевой модели у нас есть полноценный HDMI out. И, в общем, 3 USB, USB Type-C. Разъем для научников и, в общем-то, все. В общем, в очередной раз убеждаюсь, что Zen 2 для ноутбуков это прикольно. Пока Intel там, да, у нас пытается очухаться, понять, что им делать, как отвечать. AMD взлетает на рынок с двух ног. Они тупо удвоили производительность на ватт со времен 3000 серии. Получилась, в общем-то, мощная и холодная история. Спокойно на ней можно редактировать 4К видео, в общем-то, без всякого дискомфорта. Но вам, наверное, интересно, конечно же, как эта машинка показывает себя в играх. Но можете догадаться, потому что у нас встроенное видео-карта, и это Vega 6. Никаких чудес. Не рассчитывайте запустить на ней, там, Assassin's Creed Valhalla. Можно, в принципе, из взрослых игр поиграть в GTA 5 онлайн, там, на средних настройках, на обыкновенных. Можно побегать в Warzone, поставив низкие настройки, если уж совсем приспичит. Или там поразминать пальчики в Doom Eternal, опять же, на средних настройках. Но ничего серьезного все-таки отстроенной графики ждать не стоит. Скорее, применение этому ноутбуку это инди, 2D-игры, если не пройден тот же диск Elysium. Можно смело в дорожке все наверстать, а игра для этого отлично подходит. В общем, нужно понимать, что это не игровой ноутбук. Но при этом он вот прям отлично справляется с редактированием видео и фото. Не шумит, не греется и вообще производит впечатление такой мощной рабочей машинки. И поэтому, наверное, у них такое явное противопоставление в названии с ноутбуком, потому что те тоже не особо проигры. Но зато удачные, мощные решения для творческих задач, если тебе нужно их выполнять в пути. Ну, в общем, недраматические результаты, но это не ноутбук за 300 тысяч, который мы привыкли тестировать. По итогам я скажу, что китайцы удивили, потому что я как-то на китайские ноутбуки смотрел всегда с пренебрежением. А здесь за вменяемые деньги такая хорошая повседневная рабочая машинка, которая абсолютно не стыдно выглядит. Единственное, что меня, так как олдфага, конечно, очень первое время смычало название Honor. Я думаю, те, кто пользуется мобильниками, уже давно к нему привыкли, но я нет. У меня вот во время поездки просто реально несколько раз люди спрашивали, а что Honor ноутбуки делает, или там комментировали в духе «неожиданный выбор» от вас, Антон. Но с этим просто нужно работать. Надо работать над развитием бренда, делать крутые ноутбуки, все больше людей будет им пользоваться, принимать, понимать, что Honor это тоже очень хорошие машинки. Как там будет, поживем-увидим, а этот конкретный экземпляр мне очень зашел. В общем, пишите в комментах, что думаете, какие ноутбуки, каких ценовых сегментов и предназначений вам интересно, чтобы я обозревал, нужно ли делать более, может быть, глубокие тесты, или такой онлайн-формат вам по вкусу, и стоит его вот таким вот и оставить. Скоро новые видео, ведь не зря я в GTA 5 даже в поездках играю. Игровая индустрия пробуждается, май у нас будет в кои-то веки игровым месяцем, так что подписывайтесь на канал, ждите новых видео, как всегда, будет много всего интересного. Счастливо!